Да, конечно. У меня тетя сейчас проживает в Аргентине, но, тем не менее, по всевозможным сайтам она восстанавливает генеалогическое древо, и я ей в этом активно помогаю. Стараемся восстановить сейчас уже на пять поколений назад, смогли восстановить по отцовской линии ветку. Это меня интересует, но пока средств. А там много надо денег, чтобы узнать вот действительно реально, откуда мои предки? Там с востока, с запада, может с Японии или еще откуда? Конечно, это очень важно. Это очень важно знать всех своих предков, помнить их. Очень интересно. Узнавать что-то новое, что никогда не знали о своей семье. Это очень важно. Да, конечно, мы все составили, все интересуемся. Мы интересуюсь, но не так это просто оказалось, к сожалению. Когда молодые были, это не придавали значения, а как бы сейчас вот, конечно, с возрастом-то. Ну, так, три поколения я как бы составила, ну, стараемся поддерживать. На самом деле нет, я этим не занималась никогда и не интересовалась. Если честно, да. Ближе к 50-ти уже хочется туда зайти. Я, в принципе, знаю до третьего колена. Хотелось бы еще поглубже посмотреть, что и как истоки. Это важно, чтобы передать детям и понимать, кто мы, откуда мы и куда мы идем. В меньшей степени, да. Можно сказать, не особо прям специально интересуюсь, но некоторые факты знаю. Интересуемся, активно участвуем всегда в разных таких акциях и семейное древо у нас имеется. Конечно, интересуемся. Я узнавал информацию раньше от прабабушки, от деда я узнал информацию, но знаю информацию не супер далеко, наверное, до третьего поколения. Очень интересуюсь, старалась узнать у мамы, бабушки, у теток вообще историю возникновения семьи, историю всех прадедов. Внук заинтересовался. Мы что-то попытались, дочь даже ходила в архив. Ну и одну сторону как-то выяснили, очень интересные даже. Такие у нас, оказывается, фамилии многонациональные мы не ожидали. Ну а вторая сторона, она из Оренбурга, там все ясно, оренбургские казаки. Субтитры создавал DimaTorzok